В сегодняшней аудио статье вы узнаете, как быстро растет фикус Бенджамина и что нужно внедрять для активного разветвления. Фикус Бенджамина встречается практически в каждом доме и виной тому его неприхотливое состояние. Это одно из тех растений, которые не требуют особых условий. В природных условиях фикусы вырастают на высоту до 20 метров. В домашних же привычных нам условиях фикус Бенджамина растет медленно и вырастает примерно за 10 лет до 1 метра, может до 1,5 метра в высоту. Развивать и стимулировать рост растения можно с помощью планомерного и постоянного ухода, регулярных поливов, а также системе удобрений, которые также придется вносить в определенные периоды. У фикуса Бенджамина есть одна особенность. Его корневая система разрастается не только в глубину, но часто пробивается на поверхность, поэтому появляются ответвления воздушных корней. Понятное дело, что фикус тратит очень много сил на поддержание жизнедеятельности своей корневой системы. Встречаются советы, которые рекомендуют при первой посадке использовать продолговатый горшок, чтобы создать видимость тесноты и чтобы растение могло вытягиваться вверх. Для того, чтобы фикус Бенджамина не имел проблем с ростом, нужно постоянно обеспечивать ему условия комфорта. Например, в условия комфорта входит отсутствие сквозняков. Также нужно уберечь фикус Бенджамина от попадания прямых солнечных лучей, которые выжигают листья. Сначала вы будете замечать пожелтение и высыхание краешков листочков, а затем пигментацию или появление характерных пятен, после чего листья будут отмирать и опадать, а потом и все растение будет постепенно увядать и терять жизненные силы. Желательно также прикрепить ваш фикус Бенджамина к определенному месту в доме. Определитесь, попадают ли солнечные лучи на него, не находится ли он на сквозняках, поэтому не ставьте на пол, и насколько близко он к отопительным приборам. Если вы найдете идеальные условия для содержания, не перемещайте ваш фикус Бенджамина, чтобы он постоянно развивался в стабильном направлении. Полив должен совершаться по определенным правилам. Дождитесь, пока верхний слой почвы после последней поливки просушится. Также, когда воздух в помещении сухой, фикус Бенджамина не выдерживает такого климата. Его нужно опрыскивать постоянно. Увлажняют только воздух вокруг самого растения, а не опрыскивают листочки. Чрезмерное увлажнение губительно сказывается на состоянии растения. Летом нужно увлажнять воздух немного чаще, чем в зимний период, пару раз в неделю. Сухой воздух, как уже было сказано выше, губительно сказывается на здоровье фикуса. С весны начинайте активную подкормку фикуса Бенджамина удобрениями, чтобы растение лучше росло. Остановите свой выбор на жидких удобрениях для комнатных растений. Это отличный вариант, который подойдет вашему фикусу. Соответственно, внесение удобрений должно быть пропорционально росту самого фикуса. Чем активнее растет фикус Бенджамина, тем больше удобрений он требует и потребляет. Делать это нужно обязательно в период роста цветка, а к зиме интенсивную подкормку снижают, чтобы не навредить растению.